Можно чуть-чуть погромче, потому что в прошлый раз участники жаловали, что очень тихо говорите. Ну, не вы конкретно. Прошу вас представить, потому что я выходила на расстоянии, да? Так, значит, во-первых, хочу представить. Меня зовут Венера, фамилия моя Корнина, работаю я управлением в области строительства администрации городского округа. Значит, скажите, кто это был уже на первой встрече с вас? А, здорово. Значит, чтобы не было никаких, скажем так, недопониманий, да, вот все говорят, там, личное обсуждение, вот эти слушания. У нас с вами сегодня просто встреча с жителями, которые в прошлый раз не смогли прийти, например, но которым было бы интересно узнать о том, что же все-таки будет у нас с вами в госапарте. Значит, что хочу сказать. Во-первых, это программа губернатора в Подмосковье. Наверное, вы слышали об этом, что программа до 2028 года 50 муниципалитетов, то есть 50 лесопарков, должны быть благоустроены по программе губернаторов. Вот в этом году, 22-й, вернее, 23-й год, это 19 муниципалитетов, в том числе и городской округ. Значит, что, чтобы вы понимали, после того, как будет проведено благоустройство, сейчас мы про это поговорим подробнее, во-первых, лесопарк это будет территория от них, в дирекции парка. И поскольку после благоустройства, у нас же с вами, мы и сделали благоустройство, там появятся лавочки, вурны, там, то есть это надо содержать, правильно? Иначе там будет опять мусор, свалка. Вот, и содержание, естественно, это тоже будет терять припад. Чтобы было понимание, ну, что и как. То не просто так, где едут работу, а потом, например, на самотекце. Теперь, что касается самого благоустройства. И это очень контролируется, ну, скажем так, и Министерством благоустройства, и самим губернатором, и видите, губернаторами, программа того, что в лесопарках у нас будет минимум благоустройства. Это у нас лавочки, турны, входные группы, пешеходные дорожки существующие, потому что люди там гуляют. А если не гуляют, то мне сейчас расскажут. Я хочу услышать в вашем уме, да, что на самом деле в нашем лесопарке происходит. Потому что я на прошлую встречу, к сожалению, не смогла попасть. Вот. Значит, освещение, лыжня. И детские тематические площадки. Вот, собственно говоря, и все. Что будет в рамках работ по благоустройству лесопарковых зон. Ну, это так и есть, эта программа о парке в лесу. Но она не в том числе. То есть, если вы посмотрите, допустим, парк подскольный, да, это у нас вот и аттракционный... Погромче, пожалуйста, еще, а то уже не слышно. Если вы хотите, то в лесопарке, конечно, этого ничего не будет. Там будут вот именно те работы, про которые я вам сейчас говорю. Но, я сразу хочу сказать, у нас с вами вот сейчас на стадии заключения договор с проектировщиками, которые будут разрабатывать нам концепцию благоустройства лесопарка и будут разрабатывать непосредственно проект производства работы. Вот эту концепцию лесопарка мы с вами как раз и будем. Публичные обсуждения, которые информацию о них мы опубликуем на сайте, естественно, администрации, в соцсетях. Я думаю, что это мы проведем до 20 марта. То есть, это будет уже непосредственно художественные наброски, да, то есть, вот они как проектировщики, дизайнеры профессиональные, они должны будут представить нам с вами на территории, ну, условно, дорожки такие, ложня вот такая, урны такие, лавочки такие. И вы будете смотреть и говорить, нет, так не хотим, хотим вот так, или вообще не тут не хотим. Пусть тут будут только дорожки, мама с колясками и больше ничего. Ну, как вариант просто, я вот говорю. И смысл, причем, я так понимаю, что эти обсуждения у нас будут, естественно, не раз. Пока мы полностью с вами не утвердим эту концепцию. Архитектурно она называется художественной концепцией для устройства лесопарка. И как только мы утвердим с вами ее, тогда уже они будут приступать непосредственно к проектно-сметной документации, да, на производство работы. Чтобы вы понимали, работы в этом году, как таковые, запланированы только по вывозу мусора и очистке леса. И они будут где-то, скорее всего, возможно, в сентябре, не раньше. Где-то в сентябре. Вот. А уже вот на следующий год, после того, как мы с вами утвердим концепцию благоустройства проекта, вот на следующий год как раз и будут проводиться основные запланированные работы. А, я еще забыла, у нас было такое пожелание, как сквер, даже такое название, да, сквер для собак в лесопарке. Ну, обычно мы называем площадкой для вывоза собак, но это опять тоже пожелание, потому что, как ни крути, у нас, в общем-то, есть любители собак и животных, да, а есть нелюбители. Но, тем не менее, и те, и другие имеют право на то, чтобы пользоваться парками, скверами и свой досуг проводить так, как они считают нужным. Ну, вот, вкратце, пожалуй, все. Сейчас, подожди, Алексей, секунду. Вот, я бы хотела... Скажи, а есть кто-то, кто в лесопарке гуляет? Вот, был там. О, супер! Отлично, отлично. Так, это уже... Можно определиться с границами, когда мы поймем, мы там гуляем или мы где-то рядом гуляем? Так, границы, конечно, границы 100% будут. Они уже практически даже есть. Есть предварительное согласование комитета лесного хозяйства на границе территории. Но я хочу, чтобы вас не пугала цифра. То есть, всего благоустройство у нас обозначено по документам 132 гектара. Но, вы понимаете, мы все нормальные люди, и никто не будет. И, естественно, это делают дендрологи, специалисты, которые выходили на территорию, смотрели деревья и так далее, и так далее. Само благоустройство будет даже на территории меньше, чем в половине. То есть, не везде можно дорожки проложить, не везде можно там лыжню или освещение. То есть, это будет все вот в рамках территории, которую мы с вами утвердим. Ну, то есть, почему вопрос, коллега, вы говорите о границе? Если, я так понимаю, границы же сейчас у нас землелесного хозяйства, там буквально кусочки. Тимкинский лесопарк, он, в принципе, как некая территория, которая, в принципе, сейчас... Истринский лесхоз, там. Истринский лесхоз, да. То есть, будут ли формироваться в рамках этих работ потом, на будущее, там, в 23-м году, границы Тимкинского лесопарка? Правильно я понимаю? Раз у нас проект благоустройства, значит, мы в границах должны быть? Мы, границы благоустройства, мы с вами получим уже вот в ближайшее время. Зачем вы вводите людей в заблуждение? Эти границы благоустройства есть, они были выложены самой администрацией. Говорю, они есть. Более того, это полностью границы, соответствующие проектируемому ОПТ, которое у нас было до 2017 года на этой территории. И у меня как раз первый вопрос. Вы говорите, что были экологические изыскания. На каком основании власти химок приняли решение, что особо охраняемую территорию там не делают, которая необходима для сохранения леса и была сделана для того, чтобы компенсировать вред от дороги? И почему, значит, эту территорию перегонят городу, мы поймем, какие нужды. Алексей, а можно я посмотрю? Пожалуйста, это фронт. Есть предварительный фронт. Это выкопировка из генерального плана на 16-й год. Так, подождите, ну 16-й год. А вот если вы перевернете страницу, это описание химкинской дубравы, особо ценного природного объекта, которое есть еще с 34-го года. Очень хорошо. И ровно в этих границах ценного природного объекта, в котором нужно максимально аккуратно вести любое вмешательство, потому что иначе это охранится и на местных жителей, и на лесном массиве. В этих же границах вы нам говорите, что уже 20-го марта нам будут предлагать какие-то дорожки. Подождите, подождите, где здесь границы, которые сейчас... Они были опубликованы на сайте администрации. Где? Границы. Где? Я знаю, что они есть приговорительные. Мы сюда пришли по объявлению, вот, вот, приговорительные границы полностью соответствуют ООПТ. У меня первый вопрос. Почему не делают ООПТ, а делают городскую зону, вообще без учета каких-то природных ограничений? Нет, давайте будем говорить тогда уже мы с вами предметно, предметно, в следующий раз, когда я приду с проектировщиками, будут границы, вы достанете это, они достанут свои границы. И мы тогда будем с вами уже говорить на уровне претензий таких. Значит, товарищи, у меня так первое предложение. Мы созванивались с Минэкологией в августе, спрашивали, куда вы дели ООПТ. Оказалось, что его просто решили потерять. Антоним, как депутат, готов подтвердить, что никогда ни на одной депутатской комиссии, ни в одной пояснительной записке генплана не говорилось, что ООПТ то хотели делать, а то вдруг передумали, это сделали втихаря под шумок, без каких-то оснований. Так точно. Поэтому присутствующим предлагаю подписать обращение в администрацию президента правительства России, правительства Московской области в Минэкологии, то создали ООПТ в интересном пустоте. Там, кстати, иначе, там просто разговаривали. А в этом проводились многократные исследования, в том числе и темы, что был проектировщий кратный трасс. И создание ООПТ, это было как раз мера по сохранению леса, причем того, что через него проложили трассы. Режим ООПТ сильно отражается на возможности благоустройства. Почему они, собственно, торопятся уголовную территорию и как можно больше денег, до того, как будут установлены соответствующие природохраги и отмечения. Соответственно, предлагаю подписать. У меня к вам вопрос еще по процедуре. Я могу по процедуре вопрос задать? По какой? По сегодняшней. Вы сказали, что поступало предложение об устроении собачьего сквера. От кого и каким образом оно поступило? Это жители практически каждый день. Жители, которые, например, проживают недалеко, Ленинский проспект, дома 16-24. В какой форме они поступили? Обращения? Они пишут мне, пишут в Телеграм, звонят. Обращаются, потому что у них там нет площадки для выголовного служения. Мы на служениях на предыдущих только один человек сказал об этом, а не 20. Это как так получается? Это в обествии. У меня главный вопрос. Я же не говорю, что это точно будет. Вы сегодня нам предлагаете оставить некие мнения, каким образом они будут зафиксированы, где гарантия, что их не потеряют, как это было в прошлом году на Левом берегу, где люди сказали, что мы за сохранение территории эко-берега, и там 5 гектар залили бетоном. Я вам лично пришлю протокол. Протокол будет созданной? Конечно. А кто секретарь? Вы будете секретарем? Вот кто сейчас у нас секретарь? Протокол составляется? Да, давайте. Мы сейчас администрация, девушка Светлана какая-то там, она будет сегодня секретарем составлять протокол. Что присутствует? Что мы постановили? Что мы решили? А дальше мы копию тоже сделаем, а то мы отошли, куда мы там считаем нужны, генпрокуратура, бренд администратор, президент и так далее. А то мы встретились, то есть наши встречи должны быть официальными. Правильно, Мерша? А то мы как-то пришли, поговорили и разошлись. Нет, ну естественно, мы как-то собираем мнение, конечно, 80-х. Давайте, кто у нас секретарь? Кто секретарь? Я-то не слежал какие-то. Это мы просто принесли. Это можно оборвованным начальством пользоваться. Они были и в прошлый раз. Нет, никаких гарантий мы сейчас не видим, что эти анкеты не пойдут в урну. Потому что у нас была встреча 8 ноября 2019 года на этом самом месте, по парку Колстова. И нам говорили, что это только так же предварительная встреча, а общественные обсуждения по Колстову еще будут. Когда будут общественные обсуждения по благоустройству парка Колстова? Вот девушка Светлана, в телеграме, канале, да, вы, админная, давайте будем секретарем нашего, и будете протокол вести. Вы будете секретарь сегодня и будете вести протокол. Почему? Почему наша встреча будет официальный характер носить? То есть все встречи носят официальный характер. Если мы собираемся, мы отвечаем за официальный характер. Алексей, позови Диану, давай Диану. А то у нас какие-то роззалитые данные клиенты, которые что-то мы только написали, но это не серьезно. Значит, давайте снова по сути. Итак, когда у нас будут по Колстову общественные обсуждения? Вы нам обещаете, что будут... Мы сейчас говорим про Химкинскому лесу. Нет, а давайте вернемся к Колстову. Значит, вы нам обещаете, что будут обсуждения по Химкинскому лесу, по Колстову, по парку Колстову. Вот здесь же мероприятие проходило. Нас пока что обманывают. Более того, когда мы стали жаловаться официальный ответ о том, что вот эта неофициальная встреча, как вы говорите, это и были общественные обсуждения. Диану еще не было представлено проекта. Ответ у меня был распечатан. Это письмо, которое правительству Московской области нам проверили из администрации Химок. Поэтому у меня вопрос, что это сегодня за мероприятие, каковы его правовые последствия? Какой-то непонятный статус. Какой? Ну, какие права у жителей в связи с этой встречи? И что они могут сделать? Где гарантия, что их мнение будет услышано, а не отправлены в длину? Для этого мы с вами здесь... Забрались. Если будет кто-то такой поиск. Кто хочет, у кого есть желание, заполняйте анкету. Мы составим протокол. И мнение ваше я пришлю к протоколу. В протоколе будем писать. Мы будем писать, кто присутствовал. И мнение каждого человека. Что мы решили? Пожалуйста, если вы же понимаете... Оставить с тем, где взгляд спокойно. Там, с границ, и так далее. А не то, что там лавочки какие-то, ну, что-то такое эфемерное. Ну, это несерьезно, согласитесь? Вы, члены... Ну, я знаю, для меня лавочки это не эфемерно. Для вас это не эфемерно, потому что... Любая встреча должна быть официальной. Мы встретились тут на лавочке, поговорили, обсудили, дальше пошли. Ну, вам самим не смешно вот эту встречу? Вы еще даже не знаете, что в этом лесу можно делать или нельзя. Это могут сказать только изыскания. Вы, не проводя изыскания, уже 20 марта нацелились людям предоставлять конкретные проектные предложения. Алексей, подождите. Алексей, подождите. Здесь главное, что либо вы не делали изыскания, и вам наплевать на лес, либо вам еще и наплевать на мнение жителей. Решение на самом деле уже принято. Алексей, давайте мы будем здесь начинать наговаривать. А я говорю вам, если вы не владеете информацией до конца, то не надо, не надо здесь сразу вводить смуту и вводить людей в заблуждение. Вот это вот было направлено в правительство Московской области, где говорится, что вот эти они официальные встречи заменяют якобы официальное общественное обсуждение. В подпись стоит электронная гражданина Новикова. Поэтому я пытаюсь понять, на что вы нас сегодня позвали. Пока что я вижу, что это театральное представление, которое направлено на то, чтобы никак вообще не фиксируя, не учитывая мнение жителей, просто создать видимость. Чтобы господин Игородов мог это у себя в Твиттере опубликовать и сказать там в Инстаграме, где он пасется, и сказать, что мы все с жителями обсуждаем, а жителям потом присылать вот такие ответы, что обсуждение не будет, потому что оказывается они уже прошли. Извините, это документы. У вас слова, у меня документы. Поэтому я предлагаю, опять-таки, участникам сегодняшней встречи подписать заявление в Генеральную прокуратуру в Главное следственное управление Следственного комитета со следующими требованиями. Провести проверку законности проведения госзакупки, по которой сегодня это происходит, в том числе обоснованности объемов бюджетного финансирования. Обязать администрацию провести общественное обсуждение по проекту благоустройства парка Толстого, как это положено по закону. Обязать администрацию разработать и утвердить положение о порядке общественных обсуждений, потому что сейчас они считают, что могут делать это как хотят и как им заблагорассудиться, что сами, к счастью, для нас не так. Проверить законность организации театрализованного мероприятия, соучастное проектирование в отношении планированного благоустройства Химкинского леса 11 и 22 февраля 22 года. То есть выяснить, на что сейчас тратятся ресурсы администрации, для кого создается эта картинка. И, конечно же, провести проверку бездействия действий Хайкина Михаила Владимировича, министра благоустройства, Чижика Дениса Олеговича и его заместителя, главы городского хороохимки Волошина и его первого заместителя Каегородова. При выявлении фактов злоупотребления возбудить уголовные дела. Кому что намеренный обход процедуры общественных обсуждений это что признак коррупции. Мы обязаны предположить, что таким образом некая группа лиц готовит растрату хищения бюджетных средств через завышение объема работ, через сокрытие проектной документации. Поэтому предлагаю участникам это дело подписать. Пока я не понял, что это юридические замероприятия и каковы его последствия, кроме создания картинки Григородова, я лично участвовать в нем не намерен. Потому что я вижу, что это только приносит вред городскому округу, потому что не нарушаются права граждан, не соблюдаются законные требования, как по общественным обсуждениям, так и по бережному отношению к природным территориям. Но при этом нам и картинки, и фотографии с этих встреч присылают в качестве отчета о том, почему больше встреч таких не будет. Нет, это все не серьезно. Алексей, ты расскажи, сколько нас в госзакупку было потрачено? 70 миллионов. Это сумма совершенно астрономическая. Причем, если посмотреть тендер, то там уже заложены конкретные виды работ, включая проектирование электрокобилей и прочего. То есть они еще не знают, можно ли что-то в лесу размещать и в такой мере, если можно. Допустимую рекреационную нагрузку никто не считал. Прочероссийские пределы к природной территории никто не считал, но объемы работ уже почему-то заложены. 70 миллионов, представляете, на проект? Да, причем сначала они заложили объемы работы, затем уже жители стали приглашать, якобы узнать их мнение. Смысл этого мнения, если, как мы поняли, оно, во-первых, не фиксируется никем официально, это нельзя спорить, как учет, так и не учет, что процедуры такой по закону нет и быть не может. Поэтому непонятно, на что сегодня администрация вообще тратит электричество. Можно ли я, как один из присутствующих, предложение, хватит разговаривать, давайте записывать, девушка готова. Давайте записывать. Давайте записывать документы про диктуидей, что вы писали. Я хочу сказать, что у нас есть обращение в спецкомитет. Но у нас обращение, я не забываю, потому что там... Потому что вы закорюпцировали, я понял. Такого же театра, о котором вы говорите, и маловина этого, надо писать четко под ним. Здесь это... Вы его читали, что говорите, что он ничего не поднялся. Вы как бы что-то прочитали, как я вам слышал, я с этим не поднялся, я это не поднялся. Вы подписываете. Но я хочу, чтобы был порядок в стране и в нашем... А почему вы поддерживаете беспорядок? Потому что вы обращаетесь к серьезным органам прокуратуры или ген-прокуратуре, с какой-то активным органом. Надо писать... Ну это администрационально. Документы составляют 4 страницы, из которых 3 это выдержки из грамматильных акций. Еще 3, которые вы учринали официально подписывать. Мы вас не знаем, я бы хотела... Жителей вы живете, расскажите, расскажите мне, пожалуйста. Я за то, чтобы там было хорошо, а то, что сейчас Алексей делает, он только всех настраивает. Нет, почему? Я говорю, пойдемте, если вы живете в Астарбееве, если вы не имеете отношения к администрации, если вы как бы житель неравнодушный, вы не можете быть за это благоустройство. Вы считаете, что на Кимкинский лес, который трассу провожает, который пошел... Вы там гуляете? Позвольте мне выразить свою точку зрения. Вы сейчас... Я там живу 8 лет. А, и мы живем там с рождения. Вы там просто не были до этого раза. Я хочу объяснить свою точку зрения. Я хочу, чтобы там было сделано как надо. Как надо, это значит, что как в Хинках, как в Хельсинки, есть лес прямо в Хельсинке. Лес. Я там был. Я хочу так же. Я был одиннадцатого. Я это высказал. Это все записано. Но сейчас устроим балаган из серьезного дела, который не будет воспринят серьезно, потому что это балаган. Вот я вас всех призываю сделать балаган. Балаган у вас, как в городе Санкт-Петербурге, он попалил в Санкт-Петербурге. Вот. Если вы были одиннадцатого числа, я тоже, Антонина Стеценко, бывший депутат городского округа Хинке, я тоже была одиннадцатого февраля на встрече в ФОКе «Новатор». Так вот, для тех, кто не присутствовал, еще раз озвучиваю позицию проектировщиков, или как их там правильно назвать, которые, ну, в общем, той организации подрядчиков, которые проводили вот эти вот соучастные проектирования. Они что сказали? Протокол мы не ведем, ничто не фиксируется где-либо на бумаге, мы просто передаем видеозаписи в администрацию, а там уже на усмотрение администрации будет либо опубликовано, либо нет, мы не знаем. Все. И то есть, простите, но балаган был как раз-таки в прошлый раз, потому что никаким формальным документом он не был зафиксирован. Давайте тогда, если я в прошлый раз, вам объявили так, что это неофициально, никаких протоколов, ничего. Ну, консультации с жителями. Вот мы сейчас готовы. Кто хочет что-то сказать, встает и говорит, я Иванов Иван Иванович, прошу записать мое пожелание. Такой-то, такой-то протокол. Скажите, а вы документы проверяли? А потом? Вы документы у участников проверяли? Вот Чапаев Василь Иванович хочет высказаться о обузной с Екатеринского леса. Ну, извините, это уже конфиденциальная информация. То есть, вы даже не можете авторизовать жителей этой хирмы. А на каком основании? А если я приехал из Зеленограда? Ну, вы что? Тогда, Алексей, покажите ваш спортер, я покажу себе. Да вы Алексея знаем, и вам будет странно, что вы не знаете местных жителей Алексея. А вы вас не знаете. Потому что я не хожу на такие мероприятия, мне надо работать. Мы тоже работаем, мы вас ни разу не видели. Я приехал, посмотрел, что же там будет говорить. Потому что сейчас там свалили порядка 30 тысяч кубометров снега с городских дорог. Прямо сейчас там лежит, так сказать, прямо сегодня. Вы же понимаете, что когда перегадут Химком, это будет варить по всему лесу, а не только на окраину. Вы считаете, что в парке порядок сейчас происходит? А ни в парке не могут разнообразить. У нас есть заключение, не общественные прорезы. Вы сами верите в то, что в Химкенском лесу. Товарищи, я считаю, что у нас везде всё плохо. И даже сейчас мы с вами о чём-то спорим. Хотя все за хорошую минуту. Нет, смотрите, уважаемые, вот Химкинская трасса... Меня зовут Пинесла, от себя. Как Эдуард? Эдуард. Эдуард, очень приятно. Эдуард, вы когда приезжаете, вы свой родной домой когда едете, вы слева, да, около трассы, а там образовался болото. Это никогда не было болото. То есть экосистема леса, она существенно нарушена. Да я согласен, что там всё было. То есть, вы сейчас знаете, что когда там будут асфальтные дорожки, нет, там было всё прекрасно, там всё было надето. Какие? Товарищи, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мы лесу с дороги, мы с ним добьём ещё. Никаких дорожек, я не думаю, за какие дорожки. Вы же предложили в этом году по всем Химкам, даже никого не спросили. Ну, какие-то там ещё площадками. То есть, мы вообще леса ничего не отдали. Давайте с вами за одним столом. Мы сидели за одним столом. Никаких дорожек, никаких скейтов, ничего. Ну, короче, зачем вы сейчас? Давайте же мы с вами обратим время. Я сейчас просто должен уйти через часа. Да нет, я тоже должна уйти. Вы же все заняты, не только вас. Вот, надо все позанять за мной. Где протокол? Где протокол? Я вам сейчас скажу, как создать протокол. Если вы не понимаете. Ну, конечно. А то у вас сейчас мысль со столом. Нет, конечно. Готовился. Уважаемый, я не профессионал. Нет, я профессионал. Я только юрист по экологическому правову, во-вторых, я был в комиссии по местному самонаправлению общественной палаты Московской области и делал для правительского доклада. Пожалуйста, дико, что записывай. Вот. Вот. Потому что нельзя участвовать в мероприятиях, которые используются как обманки для обоснования, во-первых, незаконного вмешательства в природную территорию без природоохранных ограничений, которые учитывать никто не собирается, как мы поняли. И, во-вторых, нельзя участвовать в мероприятиях, которые направлены на фальсификацию общественного мнения. Венера, мы с вами уже говорили о том, что то, чем вы занимаетесь, примените, как этот проект называется, просто уничтожение средиопитания людей и содействие с уральными коррупциями. Вот как это правильно? Действовать по закону. Создание ОБТ сначала. Давайте записываем. Процедура создания ОБТ хорошо известна. У нас первые неизложены. Давайте запишем. Ваше предложение. Я свое предложение уже подписал. Процедура непонятного статуса. Извините, я участвовать не могу. Мне это юридическая честь запрещает. Но вы же протокол просите. Давайте просто, мы для себя достаем. Вы не хотите. Вы не хотите, мы для себя достаем. Вы не хотите, мы для себя достаем. Если в прошлый раз... Тут, блин, вообще есть пишущие ручки? Да? Что администрация принесла за вкусло? Упаковка. Сейчас эту течу снова объявляли как общественное обсуждение. Почему? Потому что если вы сейчас говорите о сайте администрации, то я вам могу сказать, это была ошибка в сроках, когда рассчитывали саму процедуру проведения общественных обсуждений. Дело в том, что все же идет последовательно. Есть процедура закупки, торги и так далее, заключение контракта. И просто рассчитали изначально, неправильно, чтобы жителей пригласить, уже думали, что будут уже материалы для того, чтобы провести публичное обсуждение. Смотрите, 11 числа было объявлено на встрече, что сейчас у нас не общественное обсуждение, а соучастное проектирование. И 11 числа сказали, что и 22-го будут не общественные обсуждения, а соучастное проектирование. Но что мешало администрации за 10 дней исправить объявление, что будет не общественное обсуждение, а соучастное проектирование? Или что-то другое? Вот это уже входит в заблуждение, понимаете? Почему здесь весь сыр в море? Потому что непонятен правовой статус вообще встречи. Никакой процедуры нет. Это в прошлый раз, понимаете? Я участвовал два года назад в соучастном проектировании парка Толстого. И вот Алексей правильно сказал. Потом вдруг пришла бумага из администрации, из Минблагоустройства, что оказывается это были общественные обсуждения. Она у нас приложена к жалобе. Понимаете в чем дело? То есть администрация все переворачивает с ног на голову постоянно. То есть выдавило, как говорится, черное за белое и все. Так же было с благоустройством по парку Каберик. Собрались пять человек, сказали, что там нужно благоустроить то-то, то-то. А оказалось, что потом это выдали за строительство памп-трека. Полгектарный. Вот и все. Понимаете? Поэтому процедурные вопросы, они первичные. Если бы они были все отработаны, не было бы вот этого всего. Понимаете? То есть мы сейчас с вами встретимся, поговорим. Дальше что? Вот вы говорите, мы соберем ваше мнение. Что с этим мнением? То есть они его могут учесть, а могут не учесть. Нет, почему? Ну нет, ну это же мнение. Это будет зафиксирован. Чем мы с вами пишем все? Вот общественное обсуждение, там же есть, да, что там составляется. Протокол, очень-очень, очень-очень, и как бы, опять, администрация обязана учить. А это все, вот мы это, понимаете, то, что мы здесь собрались, это ни о чем не говорит. Это так же мы могли собраться под эстрадой, у подъезда, так же мы поговорили. Нет, ну это то же самое, право, просто, наверное, там сам, понимаете, что мы обсуждаем. Где план этого? Да, правильный закон пойти домой. Вот что, по-прежнему, федеральные законы решили, что мы с вами говорили. Не будет, а что обсуждать, если планы делать? На словах это все слова. Я хочу услышать просто мнение жителей по лесопаркану. Мы все хотим, чтобы было лучше. Для того, чтобы это сказать, нужен план. Как вы хотите это сделать? Этого нет. Есть анкеты, которые его просто просят. Если есть возможность, заблокируйте. Какой Кимкинский лесопарк? Мосты, которые находятся? Убилометро Хомер на Кимкинский лесопарк? Почему Кимкинский лесопарк? Вот Кимкинский лесопарк сейчас. Статус не поменялся, прокачивая. Или есть статус, который нет документов и пропагандов? Сколько денег запланировано выделить на это благоустройство? Потому что мы можем сейчас накидать. Это сделать, это сделать, высадить дубы, липы, там еще что-то. А мы скажем, нет, денег нет, деньги только вот на уровень. Магазин. Ну, условно говоря, деньги только... Сколько денег выделяется? Исходя из этого, уже работы надо осмечивать. Эти вопросы конкретные мы с вами будем обсуждать, когда у нас будет концепция... Понимаете, он просто пустую тратится время жить. Абсолютно верно. А почему? Просто пришли, это тут нельзя посмотреть. Подождите. Хорошо. Потому что это, понимаете, это когда вот тут просто встретились двое знакомых, да. Как дела? Да, отлично. А у тебя? Вот, понимаете, вот то же самое. Почему не поговорить? Должен быть результат всегда. Результат. Подождите. А почему я не могу встречаться с жителями своих парков хоть каждую неделю? Вы не хотите, не приходите. Потому что вы не можете выдавать это за общественное обсуждение. Вы знаете, как общественное обсуждение вы проводите? Вот расскажите нам. Статья 18. Администрация назвала на общественное обсуждение. Я не для этого здесь. Я хочу поговорить с жителями, узнать их простое мнение. А потом поговорить с жителями будет приложено к ответам, почему мы не проводим общественных обсуждений. Общественные обсуждения � literally. Тогда вы нам по-толстому еще 3 года назад обещали общественные обсуждения. Где они? Нам сказали, что в марте уже начнутся работы по благоустройству обсуждений. Я уже депутатом быть перестала, а общественных обсуждений дождалась. Если вы взываете к нашему доверию, вы нас последовательно обманываете. Ну, не вы конкретно, а администрация городского округа Химки. А, вот так. Общественное обсуждение по парку Толстого я не имею никакого отношения. Я там работаю. Да, давайте. Я поднял вопрос, общественное обсуждение это или же это соучастное опрактирование у вас нет? Соучастное опрактирование у вас обязательно будет? Конечно, вот этот бюджет, тентр, про который вы говорили, он 16 февраля, если вы ошибаетесь, правильно? Ну, наверное, я не помню. Как раз на разрубку концепции и проезда с медной лейтендацией. Да, на благоустройство парка. Да, с получением экспертиз. Соответственно, сейчас, допустим, не в рамках общественных обсуждений, это же не общественное обсуждение, правильно? Нет, нет. Мы с вами просто вот это мы встречаем. То есть концепция основных операций готова. Вы сказали то, что мы до 20 марта будем провести. Конечно. Вот она будет готова для того, как мы с вами, у нас будет соучастное проектирование. Соучастное проектирование сначала по концепции. Это как раз... Это тоже... Что? Перед концепцией. Нет, соучастное проектирование как раз, когда уже есть какие-то наброски, концепции. То есть уже придут к документам с тем материалом, с границей, с тем, что как это будет выглядеть. И я думаю, что таких встреч будет, наверное, в беде. То есть сейчас протоколов по, допустим, нашей встрече не будет правильно? Ну, мы же его тоже доставляем по просьбе. Я поэтому говорю, формат встреч вы можете, если вы хотите, вам нужно обязательно под протокол, под видеозапись. Нет, нет, нет. Если это не общественное обсуждение, протокол не формируется, что мы сейчас сегодняшний день, вы про это говорите, то в принципе мы ждем концепцию. По большому точку. Правильно. В основном, основной документ для начала, это действительно концепция благословения. То есть должна быть экспозиция, концепция, соответственно, да, что же будут такие общественные обсуждения? Да, 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 совершенно верно, вы все правильно понимаете. Вы все правильно понимаете. Ну, то есть, я понял, вы обсуждали, если я не запутался. Нет, нет, вы все правильно понимаете. Тут же дело в том, что, понимаете, мы же все разные, и мнения у людей разные. И вот с таким подходом, что зачем мы встречаемся, зачем мы обсуждаем, зачем нам вообще вот как бы обмен. Ну, я считаю, что это не совсем правильно. Венера, вы, прошу прощения, перебью. Люди должны пообщаться, но потом, пожалуйста, администрация не должна выдавать вот эти вот общения и неформальные встречи за формальную процедуру, такую, как называется, общественное обсуждение и публичное слушание. Мы против подмены понятий. Мы не против обсуждений. Я не зря участвовала неоднократно и по парку Толстого, и по парку Величко, потому что мне действительно это понятно. И я согласна, что с жителями нужно обсуждать концепции. Но не подменять это потом понятиями, говорить, что а мы с вами встретились и больше встречаться не будем. Вот в чем проблема. Жители не любят быть обманутыми. А можно вот обвести тот участок, который мы сейчас обсуждаем, который обсуждаем, да, и ту малую толику, которую мы благоустроим. Я вам могу точно показать по 11-ому числу. Это вот так вот с этой стороны кусочек и вот с этой стороны вот так кусочек. Кусочки, да, вот. То есть вот это вот все вместе. Все верно. Я для себя отвечаю за вот этот кусочек. Все верно, да. Потому что вот здесь вот так вот лес, здесь вот так вот окушка, и вот эта окушка вот настолько сейчас завалена снегом здорово. Там же, может, на ручку, а можно ухаживать. Вот это вот не статус особо, особо, земель особого назначения, где проходит газопровод высокого давления. То есть мы вообще имеем право какое-то туда вообще внедряться и вообще вторгаться. Вот я хотел как раз это и узнать, что ОПТ и особое назначение. Тут, возможно, поменялся статус земель. Здесь какое-то частное лицо купило эти земли и теперь, значит, хотел сдать в аренду у зодиакода строительства высокоэтажных домов. Но до этого был статус особого, земель особого назначения, здесь проходит газопровод высокого давления, спецназначение. Газопровод высокого давления перенести никуда нельзя. Мы живем тоже в Старбиве вместе с Эдуардом, вместе с жителем, соседями. То есть нас волнует вопрос безопасности. То есть на какое имеет отношение, да, вот мы там сделаем что-то, там какое-то благоустройство. И где-то инженерку посмотреть вот на вот это все, что здесь у вас есть. Были проектные изыскания Газпрома, были, есть ответы от Газпрома, что они говорят, нет, некуда переносить газопровод. Здесь стоят дачи, здесь трасса, здесь там, знаете, вот непонятно, где-то, где зона безопасности, там сколько-то метров. Я хочу сказать вам следующее, что в настоящее время, сейчас как раз и идет, где-то изыскания, никто не будет заходить на территорию, естественно, не переносить. Нет, но специалисты Газпрома, они же зашли, вы же знаете, что специалисты Газпрома, да, они были, изыскания уже были, газпромовские. Нет, Газпрома, у нас свои будут изыскания. Нет, ну как, это же земель Газпрома, 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 труба, какой? Причем здесь свои? Нет, мы свои. Мы хотим, что как бы, здесь территория имели в местное значение, земля принадлежит Газпрома, при чем тут вы, в вашей изыскании? Нет. То есть вы можете все, что угодно делать, но земля-то не ваша, то есть она, возможно, уже и ваша, там часто, не все, у которого можно взять. Тут надо установить саму земель, вот этот вот, вот этот вот кусочек, ну вот этого кусочка, здесь вот эти вот палатки уже стоят, здесь проходит газопровод, высокого даляний, который метр. Сверху должны быть травка и кустики, при этом не деревья, а кустики. Главное инженер. У нас тут деревья уже есть. В лесопарке, да. Если мы говорим о цельном природном объекте, который там объективно есть, там местное обитание краснокнижных лигов, которые были выявлены еще в 2012-2013 году. Вы предпочли это забыть. Давайте тогда определимся, там газопроводки, или там ценные деревья и белки, или еще какая-то. Белки сверху, газопроводка с землей. В лесопарке, если мы говорим про это, вот этот кусочек на кадастровой карте, и вот здесь кусочек. Все остальное это просто некий кадастровой квартал, который, собственно, не разграничен. Соответственно, законодательство вот на вот эту часть и вот на вот эту часть, оно уже предусмотрено. Лесопарковое. Остальное все это не разграниченное дерево. Истринский лес, да, они там проводят? Истринский лес, да, вот этот? Ну, они, значит, на кадастре просто не стоят. Ну, вполне возможно. Ну, тут вопрос, я говорю, вот тут на кадастре стоит что-то, вот на кадастре, вот этот вот участок, да, вот этот участок где-то доброводки, это уже, как бы, земли не спецназначения, которые должны быть спецназначения, они уже всем, как администрации. Извините, я вас говорю. Анастасия. Анастасия, давайте в следующий раз обязательно, потому что я с вами согласен, вопрос очень важный. Давайте в следующий раз, когда мы придем с проектировщиками, вы конкретно этот вопрос и повторите. в следующий раз. Ну да, изыскания всем. То есть, космоска, которую проводили. Нет, я знаю, что геодезия уже там, какие изыскания, пусть они объяснят. У них есть результаты, заключения, что там нельзя его переносить никуда, потому что вот так и так. Конечно, конечно. Что конкретно будет здесь проведено, что будет сделано, или делать ничего не будет, или этот участок обойден вообще, может быть, понимаете, потому что там же никто не говорит, что сплошное. Там как-то участки передаются, ну, не целиком. Они переходят из одного в другой. Там их цепочка разных участков, разных кусочков. Что вот здесь вот этот зодиак, что здесь земля администрации. Если какие-то есть такие вопросы, действительно, как у Анастасии, потому что это вот действительно вы лучше знаете вот эту территорию, вот это-то как раз и нужно, А место обитания краснокнижных видов? Вы знаете, что уничтожение места обитания краснокнижных это уголовная либо административная статья? Да, мы все знаем. Запиши, пожалуйста, когда нам вопрос по газопроводу. Вы нам говорите, что мы полезли, уже кумлесхоз судится по администрации Химок, что на левом берегу, через земли лесфонда, по-моему, мили асфальтовую дорогу замостили. И вообще их не остановило то, что их в полиции лесники гоняли. И вы нам говорите, что вы аккуратно обойдете с лесами. Вы уже не умеете аккуратно обходиться с лесами. У нас просто опыт есть общественного контроля за несколько лет с документами, с фото, видеоматериалами. Мы переживаем, что от леса ничего не останется. Ну вот для этого что это все будет для этого же вас и собираем. Если бы нас собирали для этого, вы бы нам, во-первых, показывали конкретные документы, вы бы фиксировали, как положено по закону, поступающие замечания и проводили это в порядке или снуковых законов. Алексей, ну вот лично вам что мешает? Не дома подготовиться, а здесь сидеть с нами, записывать, расписывать, подготовить и сказать, Венец, давайте вот так сделаем. Ну что? Ну что? Где у них хоть один документирован результат? Мы направляли проекты наших предложений по разным паркам. Ни одно из них дальше не пошло. Мы направляли запросы, нам на них приходили неприходящие в сознание ответы. Мы направляли запросы о том, почему не проводится общественное обсуждение, нам потратить из таких мероприятий приобщение. Мы направляли запросы, почему вы выкашиваете ценные виды травостоя в парке, нам прислали ответ, что мы все учитываем, ничего не выкашиваем. Как сотрудничать с теми, кто сотрудничать не хочет. То есть вы с одной стороны нас приглашаете, предлагаете конструктив, но когда доходит до дела, до конкретных решений, их нет. 11 марта, год назад уже почти, было что администрации поручено по духам разработать зонирование травостоя. Мы когда предложение и так далее, в июле. Где документ? Его нет. Хотя мы с вами созванивались. Подождите, да. Вы схему, кстати, прислали тогда, но мы ее с вами должны были доработать. Потому что для меня важна там и схема покосов, дух как мы с вами обсуждали. Вы на связь вышли с Алексеем? Я все время с ним на связи. Нет. Но вы сообщили о том, что нужно доработать схему или нет? Конечно. Алексей еще без маски. Растрахуйте меня. Он еще на больничном нет. Еще и болеет. Еще и болеет. А нам не страшно. Мы уже все переболели и перепревились, поэтому нас не возьмем. Не, ну тропинки, лавочки, белка выменьшают. Там уже есть. От них их можно просто автоматизировать. Может быть, про это есть разговор. Можно мусор выписывать. Никто не строит. Никто не строит. Там в аренде не все такое. Пока это все принадлежало лесхозу, извиняйте, они все это дело пилили и умудрялись еще на этом делать бизнес. 20 лет назад я у них покупала там дрова. Ну, вот видите. Ну, вот видите. Ну. Ну, после того, как лесник сделал ноги Жора. Ну, значит, он на дрова поднял бизнес. Давайте запишем вот сейчас такие вопросы, как сказала Анастасия. Вот протокол. Мы их оформим. Какие есть проблемные вопросы? Давайте так. В нашем лесопарке много мусора. Много. Там валежник лежит вообще. Гниет. Все это гниет. Гниет. Вот это все. Лешхоз аккуратно пилил. У них был трактор. У них была техника. Они все это дело пилили. Завозили. Нужно было. Граждане покупали. Не нужно. Вывозили. Просто-напросто. Вот и все. А сейчас? А сейчас никто ничего. Там просто все завалено. И все это гниет. Как давно? Не вывод. Уже легкие. Да. А почему? Уже легкие больше. Некому выводить. Мы когда осматривали территорию... Здесь не все? Да. Напишешь? Да. Вы говорите про сотрудничество. Мы в июле 25-го числа приглашали администрацию... Алексей, давайте мы конструктивно будем говорить здесь. Я хочу по лесопару говорить. Мы когда обходили Химкинский лес 25-го июля. Вы, как я помню, на этом не присутствовали. Представитель администрации приехал с нами, он вход и покорчал. Дальше она никуда с нами не пошла. Тем не менее, мы добросовестно облазили всю территорию, которую планируют усплагоустраивать, составили об этом заключение. С документами, с фотоматериалом, с видеоматериалом. Вы его получили? Нет. Мы его направляли. Подождите, а куда вы его направляли? Давайте. Мы в администрацию в комбинат, мы рассылали его сюда. Но он нас опубликован в открытом доступе. И на прошлой встрече его пытались дать руки проектировщикам, но он их не взял. Почему? Я не знаю почему. Вот вы говорите, что давайте конструктивно... Он их взял, но сказал, что фиксировать не будет, мне нужно ознакомиться и вообще я не готов их приобщать пока что ни к каким материалам. Это я давала лично. Я давала. Я возьму, есть ли они у вас? С собой нету. Они у нас опубликованы. Мы вам перешлём лично в Телеграм. Я лично перешлю. Перешлите. Получается, что когда граждане дают местные жители какое-то коллективное заключение, которое юридически отходят, и опираются на десятилетний результат, вы его просто не хотите? Ну не надо так обобщать. Давайте так. Давайте мы вам рассмотрим, что вы дадите какое-то материальное заключение. Сколько вам надо надо? Ну нет, я не заключение, я не специалист. Ответ. Хорошо. Ответ. Я дам ответ. Мы с вами, я думаю, еще вместе это заключение ваше, даже если мы будем обсуждать, в том числе и просто для вас участвовать в проектировании и потом на публичных обсуждениях. Я же вам говорю, Алексей, давайте начнем выстраивать систему публичных обсуждений. На Казахстане предлагает это уже не один год, где хоть какое-то движение. Мы предлагали, давайте мы вам поможем провести закон общественное обсуждение. Что вы проводите? Я думаю, что благоустройство должно быть, границы не предъявлены, но вот разумывается вот здесь, вы говорите, да, и вот здесь. Нет, я не... Была сумма, вернее, озвучена такой размер, 160 гектаров, то есть где-то... 132. 132. Нет. Вот это плюс вот это сколько будет? 132 это что, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вообще нет? Нет, 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 нет. Это только именно вот тут, вот здесь. То есть нам бы понимать границы, чтобы для предметного раздува... Ну понятно, что вот это плюс вот это это не 132. Границы у вас будут в следующую встречу, вот когда уже проектировщики придут... То есть вот такая вот, прозвучала, да, сумма 132, там, размер вот этого площади, вот этого всего. Вы понимаете? Она не сплошная, она не сплошная и она не разбросана по всей территории. Она вот именно правильно показала мужчина вот в границах вот этих участков. Ну это же не 132, вот это плюс вот это, это... Или сколько тут? Ну давайте просто... Да, ну просто вот надо взять... Надо померить. Чёткий план, да, по границам, где границы, какой лошадь... Нет, вы понимаете, мысль-то в принципе хорошая, да, допустим, вот помимо вот этих земель лесного фонда, сделать ещё вот эти земель лесного фонда, чтобы их благоустроить. То есть там будет закреплено некое законодательство, которое уже будет что-то разрешать или не разрешать. Вопрос просто нужен, чтобы понимать, где границы. Вот что обсуждаем в рамках этой концепции. Только что заключение прислала. Да, вижу. Спасибо. Вот в прошлый раз, да, 11-й, у нас были распечатаны такие большие А1 плакаты, на которых, вот посмотрите, вот эти... Давайте я совмещу вам, покажу, вот что у нас было. Так, это у нас располагается... Социологи. Вот так. Социологи приносили вот такую схему. То есть вот этот кусочек, вот он, да, вот он серым обозначен. И... Сейчас, подождите. И с этой стороны он вот он, вот этот кусочек. Да, ну вот он, да, получается. Да, и мы вот тут вот написали, вот с нашей стороны, да, вот здесь вот. Вот. Проблема, которую нужно решить. Свалка снега. Ну, пока мы тут, вот ее пока взяли и тут нарисовали. Здесь частная территория. Здесь администрация. Здесь администрация отвечает, да, отвечает, что мы не имеем права ничего делать, потому что здесь частная территория. Это мы... Нет, 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 нет. Ответы есть официальные. Я уже, я уже их видел, но просто... Как бы проблема, это как бы... Она всегда будет. В данную минуту у нас вот эта вот штука распространилась до леса прямо, и прямо пришло к лесу. Частная территория, я согласен, она вот где-то вот здесь и заканчивается, вот изначально, вот до этой точки. А свалка сейчас вот здесь. Ну, вот. Товарищи, все подписали. Официально. Литинское обращение. Кто хотел, все подписали. Просим поддержать. Страдать в главном участке. Дальше. Да, это правильно. Ну, короче говоря, если у нас 20-го марта будет еще что-то, что обсуждать... Будет 20-го. Я пока точно. Можете даже раньше, да. Будем следить за новостями. Можете даже раньше, да. Где будет эта информация? Где... А вы откуда узнали, кстати, о сегодняшнем мероприятии? Мне активисты из Старбееву прислали в нашем Старбеевском чате. О, здорово. Мы будем рассылать им по соцсетям и на сайте администрации обязательно. Заходите, есть чат... Есть, конечно. В Телеграме есть чат парков. Я даже, Алексей, вот я в прошлый раз лично сказала, что вот такого-то числа будет, ну, размещено объявление, что будет. Поэтому я эту информацию, естественно, буду распространять всячески, как могу. В Телеграме. В Телеграме пока на Ютуб. Чат парков в Сунге так набирайте. В Телеграме. В Телеграме пока на Ютуб. Ну, они там трубу закопали. Да. Закопали трубу, которая должна идти вот сюда. Но, к сожалению, у канала здесь закопали. Делегационная, под названием. Там канала номер пять, по-моему. А, нет, это пять, это значит так. Что такая за карта хорошая? Может мне тоже такая нужна? Да, конечно. Пожалуйста. Нанесение изменений, генеральный план. Мелковато, конечно. Плохо. 8, 9, 2, 9. 9, 5. Алексей, как у кого? Сейчас я вам скажу. Ну что, друзья, сегодня количество участников соучастного проектирования было в разы меньше. Я думаю, как минимум раз в 5 по сравнению с тем, что было 11 февраля. Подписывайтесь на мой канал и следите за новостями. Подписывайтесь на мой канал.